Закажи шины по минимальным ценам на сайте АМХ-43. Специалист Автомакс приедет и выполнит шиномонтаж в удобном для вас месте. Автомакс, чтобы вам было удобно. Шинные центры Автомакс. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Иранске при пожаре из-за неосторожного курения погиб 23-летний молодой человек. Следственный комитет уже начал проверку. Все подробности в рубрике «Сводка». Днем 12 апреля в Иранске в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. В итоге 23-летний молодой человек погиб. По предварительным данным он неосторожно покурил в пьяном виде. Также с ожогами госпитализировали 16-летнего подростка. Помимо этого 63-летняя женщина доставлена в больницу с отравлением угарным газом. По факту происшествия следственный комитет проводит проверку. Позвонил неизвестному, попросил помочь пожилому родителю. Он предложил мне купить ему продукты за вознаграждение. Купить продукты на 3000 рублей и 1000 рублей взять себе за работу. 59-летний житель Кирова решил подзаработать. Во время режима самоизоляции разместил в интернете объявление о покупке продуктов для пожилых людей. Тут же откликнулся работодатель. Незнакомец сказал, что переведет 4000 за продукты и доставку. При этом попросил потерпевшего подойти к банкомату и выполнить ряд действий с карточкой. В итоге злоумышленник завладел реквизитами банковской карты и паролем от онлайн кабинета. Он обещал перевести 4 суммы. Я посмотрел на уведомление, сумма получилась 24 тысячи. При перечислении мне приходили коды активации. Я продиктовал ему его. Ну и по моему недосмотру я, видно, открыл вход в свой онлайн банк. И получилось так, что он с моей карты снял 24 тысячи денег. Мужчина получил смс о пополнении своего счета, но оказалось, что лжеработодатель просто перевел деньги с одной карты потерпевшего на другую. Сказал, что по ошибке перевел денег больше, чем они договаривались и попросил вернуть разницу. В итоге Кировчанин перевел на счет злоумышленника 20 тысяч рублей. Он мне перечислил через номер на дебетовую карту 24 тысячи. Они у меня были на руках. И я, значит, эти деньги перечислил 20 тысяч и 20 тысяч обратно перечислил ему на номер, с которого он звонил. В сети интернет он разместил объявление о подработке. К ним на телефон обратился незнакомец, предложив ему подзаработать путем доставки продуктов питания пожилым лицам. Для получения денежных средств ему необходимо было сообщить реквизиты банковской карты, что он и сделал. С его счетов было снято денежное средство в общей сумме 20 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества личности и местонахождение злоумышленника устанавливается. Жители Акироса подозревают в том, что он до смерти избил свою сожительницу. 11 апреля в больницу с травмами головы доставили 60-летнюю пенсионерку. Оказалось, что накануне она распивала спиртной со своим гражданским мужем. Парочка поссорилась и 45-летний мужчина стал бить ее по голове. На следующий день пожилой женщине стало плохо, ее доставили в больницу, где она и скончалась. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Волонтеры и полиция разыскивают 31-летнюю жительницу Котельнича Елену Шалагинову. 3 февраля ее видели в последний раз, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где находится Елена Шалагинова, сообщите информацию по телефону на экране. Михаил Вагин, Алина Котрихова. Место происшествия.